Помимо цепей, электрических цепей, состоящих из пассивных элементов, очевидно, могут быть и цепи, которые содержат источники электрической энергии. И такие цепи также можно преобразовывать различными способами и получать возможность исследования процессов с помощью законов Ома, не прибегая к законам Киргов. Ну, например, вот на слайде в верхней части у нас показана электрическая цепь, состоящая из M-резистивных элементов и N-источников ЭДС, ориентированных по отношению к протекающему току совершенно произвольным образом. Тогда, опять-таки, в соответствии с законом Ома, для каждого из элементов этой цепи мы можем определить падение напряжения и написать сумму, соответствующую падению напряжения на всем участке, содержащем резистивные элементы и источники ЭДС. Ну, вот как показано здесь. Это будет сумма из произведений сопротивления участка на общий ток, который проходит через эти элементы, и ЭДС-источников. Причем, соответственно, это ЭДС-источников у нас входит в эту сумму либо с положительным знаком, либо с отрицательным, в зависимости от того, как этот источник ориентирован по отношению к протекающему току. Сгруппировав эту сумму, то есть выделив в одну часть элементы, соответствующие падению напряжения на резистивных элементов, в другую часть ЭДС, входящие в контур этой цепи, мы получим вот такое выражение, где у резистивных элементов общий ток будет вынесен за знак суммы, и сумма этих сопротивлений будет, естественно, равна эквивалентному суммарному сопротивлению эквивалентного двухполюсника. А все ЭДС у нас образуют также сумму, и это суммарное ЭДС будет представлять собой ЭДС одного-единственного источника, показанного в правой части этого рисунка. Таким образом, если у нас в общем случае цепь или ветвь содержит помимо резистивных элементов источник ЭДС, мы также можем ее преобразовать к эквивалентному двухполюснику, состоящему из эквивалентного резистивного элемента и источника ЭДС, где сопротивление резистивного элемента равно сумме сопротивлений, и ЭДС источника также равна сумме, но алгебраической сумме. И в эту сумму отдельные ЭДС входят с положительным знаком, если их направление совпадает с направлением протекания тока, и с отрицательным, если это направление противоположно. Такие же преобразования мы можем осуществить для параллельного соединения ветвей. Ветвей, состоящих из резистивных элементов и источников ЭДС. Ну вот здесь показано такое параллельное соединение N ветвей, в которых у нас есть и резистивные элементы, и источники ЭДС, и, воспользовавшись первым законом Киргофа, составив уравнение для, скажем, верхнего узла, как сумму токов, выходящих из узла, равную входному току этого участка, и, а затем, раскрыв эти токи через закон Ома, как разность между напряжением и соответствующий ЭДС, действующих в ветви, или как сумму напряжения и ЭДС, если это ЭДС направлено согласно с током, мы получим общее выражение для эквивалентного двухполюсника. Этот двухполюсник также, очевидно, будет представлять собой последовательное соединение эквивалентного резистивного элемента и источника ЭДС. При этом эквивалентное сопротивление резистивного элемента будет равно величине обратной от суммы проводимости резистивных элементов всех ветвей, а эквивалентный ЭДС источника будет представлять собой вот такое несколько сложное выражение, где в числителе этого отношения стоит сумма произведений величин ЭДС, умноженных на проводимости резистивных элементов соответствующих ветвей, со знаком плюс, если ток в этих ветвях совпадает с направлением ЭДС, и с минусом, если это не соответствует этому условию. А в знаменателе у нас находится сумма проводимости всех резистивных элементов, входящих в это соединение. Ну, рассмотрим задачу, в которой можно использовать вот такие эквивалентные преобразования. Пусть, например, нам требуется определить токи в такой электрической схеме, состоящей из трех ветвей, соединенных двумя узлами, узлом А и узлом Б. У нас первая ветвь содержит источник ЭДС, вторая и третья ветви состоят из пассивных резистивных элементов. Для того, чтобы решить эту задачу, в принципе, нам нужно найти, очевидно, разность потенциалов между узлами А и Б. И тогда, применяя закон Ома для каждой из ветвей, мы можем найти любой из этих изыскомых токов. Первый, второй или третий, или все вместе. Значит, преобразовав последовательное соединение во второй ветви в эквивалентное сопротивление Р2, мы получим вот такую схему. Затем мы можем эти две параллельные ветви объединить в один общий резистивный элемент Р2,3, как параллельное соединение. Ну и тогда разность потенциалов между узлами А и Б у нас определится как произведение сопротивления Р2,3 на ток И1. Поскольку мы преобразовывали только вторую и третью ветвь, то первая ветвь у нас осталась непреобразованной. И, соответственно, поэтому ток, который протекает в этой ветви, он остался истинным током, то есть током, который протекает в действительности через первую ветвь. Отсюда мы можем найти величину этого тока, если у нас известна величина ЭДС и сопротивление всех резистивных элементов. Затем легко найти разность потенциалов у Аб, опять-таки по закону Ома, как произведение Р2,3 на величину тока И1. Ну а далее можно найти ток И2, и, соответственно, можем найти каждое из падений напряжения. Например, падение напряжения на резистивном элементе 2,1 будет равно его величине, умноженной на ток И2. Собственно, видите, все расчеты, которые потребовались нам для этого, представляют собой самые примитивные сложения, деления. И таким образом мы можем достаточно сложную электрическую цепь анализировать, не прибегая к каким-то системам уравнений.